Почти до конца 20 века в этот день на территории музея-заповедника Горки-Ленинские проходили пышные мероприятия. Сегодня же здесь пусто. Тем не менее, в честь праздника любого желающего угостят гречневой кашей и нальют горячего чая. А он в этот холодный день весьма кстати. Автор выставки Светлана Генералова может много рассказать об истории российской революции. Но экспозиция посвящена относительно короткому промежутку времени. Эта выставка охватывает весь 17-й год. С января и по декабрь. Мы хотели в достаточно сжатой форме, доступно просто любому посетителю, который здесь вот у нас гуляет, чтобы он просто посмотрел, как развивались события в 17-м году. Февральская революция, отречение царя, череда поражений на Германском фронте и десятки других событий и фактов представлены в виде документов и фотографий. Название выставки «Календарь революции» выбрано не случайно. Вот люди покупают календари. Вот мы берем Новый год, ждем чего-то, что-то планируем. И так же было в 17-м году. Несмотря на войну, на разруху, люди как-то себе представляли, что они будут делать в 17-м году. А потом он начался, и все с такой скоростью закрутилось. Все стало так быстро меняться. Люди совершенно не понимали, что там, что им ждать завтра. Будет ли у них хлеб, сахар, правительство, кто будет у них во главе государства. Попытаться понять чувства граждан Российской империи, ставших свидетелями этих великих и ужасных событий, одна из главных целей выставки. Фотографии обычных людей и исторических деятелей создают гнетущую атмосферу последних дней Великой империи, за которыми, как мы знаем, последуют бунинские окаянные дни. Если посмотреть на то, что мы здесь сделали, да, очевидно, вот все как началось, вот оно шло, 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 хаос нарастал, развал, каждые два месяца новое правительство. И тогда октябрь – это не совсем даже заслуга большевиков, а вот какой-то такой естественный ход событий получается. Автор выставки никак не трактует события. Задача – заставить зрителя задуматься о том, что управляет историей, как в максимально сжатый промежуток времени меняется ли мировоззрение людей. Например, в 1913-м страна торжественно отмечала 300-летие дома Романовых, а спустя всего 4 года монархия в стране рухнула. Мы старались быть просто объективными. Ну вот посмотрите сами, да, как люди себя чувствовали, когда 200 тысяч человек, да, вдруг одним днем выкинулись с работы. Вот как они себя чувствовали, когда 300 лет был царь, царь в том раз, его вдруг не стало. Почему вы 300 лет не могли без него жить, а теперь вдруг все радуетесь, и включая там царских генералов, царских министров, ходите с красными бантиками. Что такое, почему? История не терпит сослагательного наклонения. Она не знает слова «если». И как ученый, Светлана также уверена, что цепочку трагических событий, о которых рассказано в этой экспозиции, невозможно было предотвратить. В стране был такой хаос в 1917 году, что не было бы Ленина, не было бы Троцкого, не знаю, Сталина. Были бы другие люди. И остановить хаос по-другому никто бы не смог. Все равно была бы диктатура. Революция 1917 года по-прежнему одно из самых противоречивых событий истории 20 века. И эта выставка – еще один довольно необычный взгляд на то, что предшествовало Октябрьскому перевороту. Максим Козлов, Алексей Руднев, Ольга Садовская. Видное ТВ.